Мизулина тут распричиталась, ну та, которая по версии ура патриота Лебедева, простите за грубость, Дулина. Так вот, пожаловалась девица на медне своим фолловерам, мол, не устала от известности и популярности, которая ей дико мешает жить в последнее время. Не знает буквально, что с этим делать, беда. Я очень сильно устала от своей публичности и узнаваемости. Я не могу выйти из дома, не могу выйти из гостиницы, везде меня окружают люди. Я не могу просто купить лафельный стаканчик в магазине. Обязательно появляется кто-то, кто начинает кричать «легенда», смущать меня, и сразу образуется куча людей. Я это просто уже не вывожу, поэтому пока думаю, как быть дальше, как вообще со всем этим жить. В принципе, чего тут голову ломать? Прямо сейчас могу пару рабочих вариантов ей накидать на завод. Пусть звездует мотальщицей и вязальщицей за 20 тыр. Или вот еще более заманчивое предложение брату моему фермеру на предприятии разносчица навоза. Нужна вам в смысле удобрений. Даже протекцию готов составить, гарантирую. У них в деревне госпожу Низулину точно не узнает ни одна собака. Да они не в курсе там. Кто это вообще такая некогда, потому что деревенским по соцсетям шарится. Ну а учитывая специфику работы, никто к мадаме подходить не захочет даже на пушечный выстрел. Так что выход есть всегда. Было бы желание. Это реальная журналистика. Что ж ты, милая, смотришь искосы, низко голову наклонять им от сегодняшнего выпуска. Поехали! Небольшое некоммерческое объявление, друзья, нас в очередной раз оштрафовали. На этот раз по линии Роскомнадзора, который в ходе плановой проверки выявил ряд нарушений. Два из них связаны с использованием нецензурной брани. Хотя где наша программа и где нецензурная брань, но вот специалисты РКН узрели. Что-то там. На самом деле речь идет о названиях программ, в которых проскочило вот это. Пытались доказать в суде, что она вообще-то аллегория, игра слов, но... Не получилось, не фортануло. Также не подписали одну из запрещенных в России организаций. Как раз вот этого и не написали, что она запрещена. Но законодательство так быстро меняется, что я уже не успеваю отслеживать. Кого запретили, а кого нет, итог. 26 июля состоялся суд и присудили нам штраф аж в трех номинациях. Часть денег мы уже собрали, благодаря вам в том числе. Часть еще собираем. Если поможете, буду признателен. Сбор, как обычно, проводим через Донат Аллер. Ссылку сейчас вы видите на своих экранах. Также оставлю ее в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Почему снова через Донат Аллер? Ну, потому что, во-первых, это прозрачно. А во-вторых, что важнее, оно является некой страховкой от всяких пакостников, которые могут... Ну, вы поняли. Еще раз, ссылка будет в описании к данному ролику на Ютьюбе и в закрепе. Спасибо. И мы продолжаем. А россияне МЕЖТМ продолжают активно спиваться. Я не шучу сейчас. Так, по итогам первого полугодия 2024 продажи пива в стране выросли почти на 5% в объеме и почти на 13% в денежном выражении. По мнению аналитиков, это может быть связано с увеличением покупательской способности и доли крупных игроков на рынке, а также с восстановлением продаж импортной продукции. Выросли, кроме того, и продажи крепкого алкоголя, главным образом водки, которая стала почти вдвое доступнее за последние 10 лет. Если в 2014-м на одну среднюю зарплату человек мог купить себе 59 литров горячительного напитка, в 2023-м уже 105. Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Нормально. Рыбачишь? А, грабач. Давай, рыбач. Впрочем, есть и другая версия, как по мне, более правдоподобная. Психологи и наркологи связывают нарастающее повальное пьянство с напряженностью и неопределенностью, причем как в стране, так и в мире. Полагаю, что алкоголь помогает людям уходить от реальности. А я бы добавил, а еще от той мерзости, которая нас окружает, от озлобленности. Ну, все же мы новости читаем. Когда в последний раз лента того же Телеграма вас радовала, вот чтобы заглянул с утра и подумал, ух ты, а жизнь-то налаживается. Телезер вообще включать не хочется даже мне. Мне вроде бы и по профессии положено держать руку на пульсе, но не хочу я вот это вот смотреть и слушать. Итак, министр иностранных дел Украины повел американского хозяина в американский Макдональдс. То есть не в ресторан национальной кухни не предложил ни борща, ни горилки, ни сала. Блинкина дома не кормят. Притом, ему даже сложно скрыть отвращение, которое он испытывает в Макдональдс, потому что ясно, что видеть человека статуса Блинкина в Макдональдс, тем более выслушающего какого-то... Аборигена, рассказывающего, что он так круто похмелялся в Макдональдс. К слову, вы ведь, наверное, тоже обратили внимание. На Ютьюбе трафик у политического контента просел, причем случилось это еще до так называемого замедления. Можно, конечно, сколько угодно пенять. Мол, просто лето, просто все в отпусках и на дачах, но я уверен. Основная причина не в отпусках. Люди действительно устали от бесконечного негатива. Люди начали осознавать просвета, в конце тоннеля не видно. Что бы им ни рассказывали блогеры, журналисты, пропагандисты, причем из любого лагеря какая-то безнадега народ одолевает. Вот и отгораживаются наши соотечественники Атонова, как умеют. То есть вечные 2% дерьма. И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть? Считают, что они могут портить людям праздник? Кстати, до 2021 года число людей с алкогольной зависимостью в нашей стране снижалось, вы не поверите. А потом, как пошло-поехало, пандемия, самоизоляция, обязательная вакцинация, QR-коды. Затем в февраль 22-го случился кривая снова пошла вверх. О каком, блин, например, повышении рождаемости при таких-то раскладах можно говорить? Любимая тема нынче всех чиновников по заветам великого кормчего. У многих наших бабушек, прабабушек детей было и по 7, и по 8, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. Подобьем бабки. Да ну, как в школе нищий, запуганный, задрюченный народ. Без какой-либо уверенности в завтрашнем дне теперь вот еще и злоупотребляющие, как выяснилось. А те, кто не пьют, но успокоительных сидят. Чего на выходе-то получим? Сказать или сами догадаетесь. И мы еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта, как сказал один небезызвестный киношный персонаж. Как известно, лукаши попадают в ад. Вот. Так вот, если... А он же положительный. Он... И как? И он будет сатаной, и там, и Господь что? И его убьет? А он же хороший. Он только вот... Он как бы более ничего, собственно. Продолжаем о рывках и прорывах. В реестре Минюста уже более 700 человек, признанных иноагентами об этом. Подводя итоги весенней сессии работы российского парламента, радостно сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Пискарев. Мы приняли порядка 20 законов, направленных на защиту страны от вмешательства извне. Похвастался депутат, необходимо сделать больше. Дабы иностранные агенты не мешали нам развиваться и формировать, ну, видимо, скрепную внутреннюю политику. До чего я пересказываю, сами слушайте. Конечно, необходимо сделать все, чтобы эти иностранные агенты не мешали нам развиваться и формировать свою внутреннюю политику. Мы, например, лишили права иноагентам размещать на своих рекламных ресурсах рекламу. У нас в пакете еще целый ряд предложений по дальнейшему ограничению деятельности иностранных агентов и их вредоносному влиянию на нашу внутреннюю политику. Особенно порадовал вот этот вот момент про то, что иноагенты мешают нам развиваться. Да-да-да, недаром же только что. Мы с вами говорили о том, как страна спивается, Пискарев. Это под развитием имел в виду. И, кстати, кто конкретно из тех иноагентов-мерзавцев народ-то спаивает? Можно имена, фамилии, пароли, явки. Ты втираешь мне какую-то дичь. Ладно, это Степ сейчас был. На самом деле я не очень догоняю. Чему все эти патриоты так радуются в данной ситуации? 700 человек, больше даже, вынесли в списки иноагентов. Ура, товарищи! Простите, я один понимаю, что вообще-то мы говорим о гражданах нашей страны, в первую очередь о наших соотечественниках. До кучи не открою страшной тайны, если сообщу, что люди в данный список Минюста иной раз попадают не совсем справедливо, даже, а то и вовсе случайно. Поднимал уже эту тему, но давайте снова по ней пробежимся взять, скажем, Дмитрия Потапенко, предпринимателя, общественника, блогера. А знаете, по какой причине мужик получил статус иноагента-то? Да за то, что давал интервью иностранным журналистам, может, и ведь. А ничего, что у нас многие чиновники и депутаты такие интервью иностранцам раздают пачками. В том числе глава государства. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор? Другой пример коллега мой, Алексей Пивоваров, этого вы на агенты записали только потому, что его же коллеги за бугром присудили профессиональную журналистскую премию. Человеку оно послужило поводом. Хочу напомнить просто Никите Михалкову свое время «Оскара» Американская киноакадемия вручила, с этим что делать? Причем не только «Оскар» у Никиты Сергеевича имеется, он является лауреатом еще целого ряда международных наград. Вопрос. Почему для Михалкова профессиональная премия от коллег, от иностранных коллег, это хорошо, а для журналиста и главреда редакции «Волчий билет»? Буду ли я через суд, следующий уже вопрос, требовать отмены статуса иноагента? Ну, я пробовал с самого начала, я этот суд проиграл предсказуемо, и, честно говоря, больше не собираюсь, потому что, во-первых, я не настолько богат, чтобы судиться серийно с государством, а, во-вторых, я, в принципе, противник ритуальных бессмысленных действий, ну, или, скажем, ритуальных действий с очевидным финалом. А еще какая-то часть тоже моих коллег стали врагами народа, потому что получали деньги за рекламу от Гугла, от Ютуба, если быть точным. Стесняюсь спросить, как такое может быть? Это коммерческие деньги, не политические. Это деньги от коммерческой деятельности, от продажи рекламы. Хорошо. Переформулирую. Чем деньги от Гугла отличаются, скажем, от тех, что платят за углеводороду Газпрому? Да что там Газпром, вы все знаете, что наша страна до сих пор остается импортозависимой более чем на 70%. По некоторым отраслям данный показатель превышает 90, грубо говоря, 2 из 3 рублей. Что вращаются в российской экономике, это бабки, попавшие к нам сюда из-за бугра. 7 из 10 коммерсантов зарабатывают на торговле с басурманами. Ну давайте их всех вы на агенты запишем. Бред же, верно? И, конечно, необходимо сделать все, чтобы эти иностранные агенты не мешали нам развиваться и формировать свою внутреннюю политику. Вот к этому, собственно, и подводил всю программу. Согласно измышлизмам представителей российской власти, такие люди, как Пивоваров, Потапенко и Жесними, мешают развитию нашей страны. Ну, во всяком случае, по Пискареву, простите, а вотайте. Я правильно понимаю, эти развитию России только способствуют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я сейчас про чиновников-коррупционеров, у которых с завидным постоянством называют какие-то тонны наличных. Дворцы находят, квартиры, яхты, дорогущие джеты, тачки и аксессуары. Да вот, чтобы далеко не ходить за примерами, у задержанного по делу о взятке замглавы МЧС Кубани Симоненко нашли 250 миллионов рублей. Более 50 объектов недвижимости, как жилой, так и коммерческой, свыше 20 автомобилей премиального класса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я какие-то глупые вопросы задаю. Все! Не хочу продолжать. Переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин